Привет, меня зовут Анатолий Ясинский, мы с вами продолжаем разговор про культуру. Мы с вами достаточно большой пробежали отрезок этой темы, поговорили про культуру модерна, постмодерна, метамодерна, то, что сейчас происходит. Поговорили о том, что сейчас мы живем в таком состоянии специфическом культурной сингулярности, когда одновременно несколько парадигм вультурных пересекаются в одной точке временной. В результате у нас такая каша получается в головах и в оценках происходящего, в планировании будущего. Наступил вукомир, о котором так много говорят, который характеризуется повышенной сложностью. Сложность повышается из-за того, что не существует единого понимания картины мира, единой устраившейся концепции мирового устройства. Каша создает специфическое время, в котором мы живем. Тут надо сказать парочку слов, потому что мы переходим к более глубокому пониманию этого всего дела. Есть такая отличная фраза у Петра Померанцева, что мир нужно рассматривать как систему историй внутри нарративного ландшафта. То есть фактически мы живем в таких историях, придуманных себе моделях мира, в которых выкладываем свои собственные траектории историй, движения своих от точки А в точку Б, уже сообразуясь с тем ландшафтом, в котором мы находимся, культурным ландшафтом. Культурный ландшафт, на мой взгляд, это для упрощения модели, потому что я стремлюсь всеми силами модели упрощать, потому что темы эти, которые мы обсуждаем, они довольно серьезные. Есть много авторов, которые их очень серьезно подают, а это дело довольно сложным для работы с этими темами, поэтому большинство их игнорирует и как-то не задумывается на эти вещи. Я за всеми привожу в пример, у меня есть такая метафора — цирконожка, у которой дикое количество ног и очень маленький мозг. Она так благополучно быстро бегает, если увидели, как цирконожка бегает, бегает она очень быстро. Бегает она так быстро просто потому, что она не задумывается, как передвигать ноги, потому что если она начнет думать, как двигать ноги, она умрет с голоду, потому что просто не сможет сдвинуться с места, у нее не хватит мозгов для того, чтобы сдвинуться. У нас то же самое происходит, потому что мозг не очень экономически выгоден нам, то есть фактически мы не можем содержать наш мозг с точки зрения энергии и задействовать его в полный рост, потому что мозг, как известно, 25 процентов энергии потребляет в ситуации покоя, и когда мы начинаем там думаться и париться по поводу черта, то есть там гораздо больше у нас уходит энергии на него, то есть фактически мозг, имея 2 процента веса человека, он в общем львиную долю энергии потребляет, то есть экономически он нам не выгоден. Поэтому мы всеми силами стараемся упростить те конструкции, которые мы используем в нашем мышлении. Об этом много по-разному говорят, с разных сторон заглядывают. В частности, самая, наверное, такая популярная модель это Канемана, который, собственно, Данил Канеман, который, собственно, получил за это Ноглевскую премию, показал такую упрощенную модель двух систем мышления. Одна система мышления думает, анализируя все, что есть, четко совмещая все параметры того, что вокруг находится, и делая какие-то выводы, вторая система работает незаметно для нас, делая выводы на основании предыдущего опыта, то есть фактически мозг воспринимает ситуацию как похожую на то, что решалось раньше, и, собственно, дает тут же готовое решение. Таким образом мы экономим энергию, и, собственно говоря, это очень важно нам для нашего выживания. То же самое происходит у нас из, собственно говоря, вот эта вот модель Канемана. Я бы сказал так, что культура, которая, собственно, является нашим, так сказать, важным таким аспектом нашей жизни, она тоже занимается тем, что упрощает вот эту вот, упрощает модель мира, упрощает этот хаос бытия, в котором существует огромное количество разных понятий, связок между понятиями, и все это дело, в общем, между собой как-то взаимодействует, создавая, в общем, такой хаос, потому что хаос — это количество информации, фактически, которую мы не будем осознать. Культура же фактически приводит это дело в какой-то свой собственный порядок, в зависимости от того, где мы живем, где мы находимся, какие кругом у нас ландшафты, опять же, историческая судьба. Культура упаковывает все эти вещи в какие-то, в общем, удоборимые для осознания и для оперирования ими вот эта система понятий. Вот, поэтому мы сегодня про это поговорим, потому как, в общем, как я уже рассказывал, мета-нарративы вот эти, меняющиеся модерн-пост-модерн, это меняется как время на годы, меняются, приходит оно с другим, а при этом ландшафт, который существует долгие годы, меняется не так быстро — это фактически та культура, которая существует в каждом сообществе, ну, в больших сообществах, в этносах. Она меняется медленно, в общем, очень медленно. Вот, и поэтому получается очень интересное явление, когда, например, скажем, приходит модерн, и приходит он на разные культуры, он дается на разные результаты. Вот, то есть фактически там в Германии мы видим в эпоху модерна образовались такие истории, как национализм, например, нацизм, в Италии фашизм, в России коммунизм, а в Англии в штатах либерализм, то есть политическая система, которая характерна для эпохи модерна, но при этом совершенно разные, ввиду того, что просто вот эти вот волны, как это называл Тоффлер, волны цивилизационные приходящие, они ложатся на разный ландшафт и дают разный результат. Соответственно, все это дело завязано на наше поведение, потому как как бы все эти вот ландшафты, на самом деле, они существуют, конечно же, в очень большой связи с нашим сознанием, потому что наше сознание, в общем, оперирует этими понятиями, которые выработала культура, ну и, собственно говоря, выработали эти вот волны, мета-нарративы. Вот и сегодня мы опустимся глубже, так сказать, вот в этих времен, годы, которые меняются и называются модерн, постмодерн, это модернизм, это модерн. Мы уйдем чуть поглубже, посмотрим, что такое культура. Мне кажется, это очень важный момент, он как бы будет меньше связан, может быть, с картинками, с искусством и с вещами такими, так сказать, художественной культуры. Вот он больше будет связан с какими-то такими ментальными ментальными построениями, какими-то конструкциями смысловыми. Вот поговорю об этом, но зато, в общем, этот подход, он позволяет понять причину очень многих событий, которые мы видим с вами. Вот, а для меня это очень важно, потому что я всем считаю, что человек не понимает причин каких-то событий, не понимает их, собственно, закономерности, то ему остается только впадать в такую теорию заговора и рассказывать всем страшные сказки по поводу того, что вы-то тут все не знаете, на самом деле все по-другому. Дело в том, что мы не осведомлены, а люди большие там это все давно решили. То есть есть такие умники вот у нас, которые очень любят уходить в теорию заговора. На самом деле очень многие вещи, они просто закономерные, просто вы не понимаете закономерности. Я пытаюсь их, собственно, разгрести. И вот, я, соответственно, пытаюсь сделать это в простом виде, вот, потому что мне, в общем, приходилось, я, в общем, пришел к этому, несмотря на то, что я, конечно, учился и у меня культура была в списке моих предметов, которые я изучал. Заняться всерьез мне пришлось просто потому, что я занимался рекламой, большими стратегиями, работая в больших сетевых агентствах, вот, и, соответственно, мне было недостаточно тех знаний, которые появляются у нас в результате исследований социологических, вот, и там, маркетинговых, вот. Мне показалось, что есть какие-то закономерности более общие и более глубокие, которые позволяют определять тренды, направления, так сказать, а не фиксировать просто точки в состоянии ситуации сейчас. Поэтому мне пришлось перезаняться, как будто, этой культурой. Вот, и, собственно, я с вами делюсь своими находками, знаниями, пониманиями и того, что я собрал для того, чтобы, опять же, очень практично заниматься стратегиями брендов и пониманием поведения аудитории. Итак, соответственно, мы с вами сегодня поговорим про культуру, из чего состоит, как все происходит, ну, и, соответственно, попробуем сегодня поговорить про культурные коды, потому что немножко, потому что это, в общем, вещь такая основополагающая для нас и, в общем, понимает, мы понимаем, почему те именно люди по разному мыслят, по разной ментальности. Итак, кстати, начнем вот с чего. То есть, если мы возьмем с вами какую-нибудь группу людей, которая состоит там из 20 человек, вот, то этот 20 человек можно спокойно объединить по принципу мы знаем друг друга, мы друзья и, в общем, ниже с собой как-то взаимодействуем. Вот, сделать то же самое с группой, когда будет больше ста человек или там уже какие-то тысячи, миллионы, здесь уже, соответственно, такую штуку будет сделать сложно. Вот это вот личная такая, позитивное отношение друг к другу, будет комплементарность, будет уже недостаточно, нам придется находить какие-то новые способы, вот, и, соответственно, люди начнут делиться в этой ситуации, какие-то группы, будут возникать какие-то конфликты, как обычно возникает. В этой ситуации, соответственно, чтобы группы начали как-то вместе что-то делать, действовать эффективно, нужна какая-то общая культурная основа, вот. И эта общая культурная основа, она, как правило, собственно говоря, заключается не в том, что есть на самом деле, а что, в общем, придумано человеком, Об этом очень интересно у Харари написано, у этого великого компилятора. Получается так, что наш объединяет какие-то вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности, какие-то общие идеи, общие смыслы, религии, общие какие-то идеологии и так далее. Даже высказывается крамольная мысль, что язык появился у людей для того, чтобы выражать те вещи, которые в реальности не существуют, чтобы их придумывать, но при этом придумывать так, чтобы они оказывались общими для всех и объединяли людей. Как объединяет людей религия, идеология, патриотизм и так далее. Вещи, которые в природе не существуют. Это чисто умозрительные некие пространства, которые мы создаем для себя, для того, чтобы нам было понятнее жить, упрощение реальности фактически. Мы сегодня поговорим про культуру, как такой базовый инструмент для создания этого пространства смыслов. Давайте посмотрим на какие-то явления, которые связаны с разными культурами, попробуем для себя решить. «Знаем мы, что происходит здесь?» Нет, это будут разные времена и разные культуры. Дайте посмотрим, что здесь происходит у нас, например. Что это такое? Это на самом деле победитель соцсоревнований получает приз и получает вот этот вот значок. То есть это было актуально в советское время, и за это бились люди. В общем, за это люди боролись, чтобы получить вот такой значок, показывать, что он трудится очень хорошо. Сейчас этого нет, и я думаю, что люди молодые совсем об этом ничего не знают о всем. Что это такое? Почему это такое? Зачем это надо? Это происходит, что здесь происходит. Вроде как мы знаем, что здесь происходит. Здесь есть причастие, евхаристия, святое причастие, которое характерно для культур христианских. В частности, у нас здесь православный формат этого всего дела. Мы все знаем. Здесь что происходит? Да, здесь происходят паломники в Мекке, вокруг Кабы. Они совершают свой обряд, двигаются вокруг этого храма. Соответственно, эта вещь такая важная в жизни любого мусульманина. То есть совершить этот хадж, поход в Мекку, и это, соответственно, даже человека называют хаджи, это очень серьезная такая вещь. Опять же, если мы это не знаем, мы вряд ли поймем, что это такое. А это тоже связано с паломниками, потому что это палатки паломников в Мекке. То есть мусульмане, которые приходят туда молиться и совершать этот обряд, они, собственно, живут в этих палатках так, как жили, собственно, изначально кочевники, которые жили в Аравии в тот момент, когда, собственно, заразился ислам. А что происходит вот здесь, например? Видите, тут дяденьки в челмах с усами разбивают друг у друга на голове кирпичи с помощью кувалды. Это, на самом деле, религиозный обряд уже у сикхов. В Амрицаре, в Индии. И мы тоже не можем понять, что это такое. А что это такое? То есть на вид просто кажется, как будто какая-то жуткая эффекта каких-то дьяволопоклонников. На самом деле это ничего подобного. Это просто история про борцов за отмену Кариды, как публичное убийство животных в Испании. Выглядит, конечно, это все, как будто бы какая-то секта просто дьяволопоклонников с рогами. А что это такое? Тут какие-то милые кошечки. А это милые кошечки, на самом деле, из храма религиозного в Японии, в Токио. А это что такое? То есть что-то происходит такое. Мы тоже не знаем, что это такое. На самом деле это фабрика просто по производству фонарей китайских, этих красных. Ничего не более такого. Совсем никакой религии отношения не имеет, хотя имеет, конечно, отношения, потому что фонари тоже там используются. Здесь что такое? Это праздник религиозный в Судане. Почему здесь люди по-разному одеты, разные цвета? Вот почему? Попробуйте ответить на этот вопрос. Я думаю, что вряд ли вы ответите на этот вопрос сходу. А тут что происходит? А, ну тут вроде все понятно. Какие-то парни одеты в виде человека-паука. Это такое собрание людей-пауков в Стокгольме. Тоже такое вполне себе занятие. И тоже очень похоже на какую-то религиозную сходку. А тут что такое? Это национальный праздник Томатина в Испании. Это мы все знаем, наверное, но тем не менее, выглядит тоже вообще непонятно что. Если мы не знаем, что это такое, где происходит, то можно принять за что угодно. А здесь что такое? А это, оказывается, соревнование по поеданию перца-чири в Китае. Парни вот так собираются, вот таким образом просто едят к перец, видимо, кто поможет, кто не поморщится. А это что такое? Тут какие-то черепа, какие-то скелеты в парке. Это, на самом деле, совсем все не так страшно. Это фестиваль готической культуры в Лейтске в Германию. То есть это никакое отношение не имеет к Пуэрто-Муэрто, никакое отношение не имеет к Мексике, где есть культ, собственно, смерти и есть целый праздник, который там посвящен. Это, в общем, просто готы. Так что вот так вот. А вот это что такое? Это, собственно, сразу написано. Это племя Вадаби. То есть это племя, в котором мужчины, вот так вот желая жениться, демонстрируют свою прекрасность и нарядность. Таким образом, то есть вот пущат глаза, открывают так вот свои белоснежные улыбки, накрашенные при этом, но еще и движутся они очень забавно. А это вот, например, у нас здесь, видите, трибуны в Корее, в Северной. Ну, тут, в общем, вещь такая понятная. Я знаю, что в 80-е годы, когда была Олимпиада 80 в Москве, там тоже трибуна напротив, собственно говоря, ложе правительства и всех остальных, была тоже, в общем, отдана для вот такого вот создания таких больших, каких-то красочных картинок с помощью людей, которые поднимали и опускали разные флажки. Вот. Я хорошо это знаю, потому что в этом была занята Таманская дивизия, где я служил там через пару лет после Олимпиады как раз. Вот, собственно, здесь тоже, видите, вот тоже, тоже Северная Корея, вот, и флаг они создают, видите, из людей. А что происходит вот здесь? Ну, тут, вроде, все понятно, да, это такой вот бодибилдинг и это соревнование такое. Хотя, на самом деле, мы бы это не знали, зрелище, в общем, так себе. Мужики, просто похожие на куриц-гриль, которые вертятся на этих вертелах, в общем, стоят такого странного вида и почему-то пыжатся и поднимают как-то смешно руки. Это, в общем, тоже довольно забавно, хотя, тем не менее, видите, такая серьезная вещь, бодибилдинг — это соревнование по бодибилдингу. Это мы тоже, наверное, знаем, да, таких женщин, жираф, из Мьянмы, у которых эти вот кольца ставятся, потому что это уже красота великая в этом есть, видимо, какая-то. Вот, видите, получается так, что мы, в общем, фактически смотрим на какие-то обычные вещи для людей, которые живут в этой среде, в этой культуре, мы понимаем, что для нас это все совсем необычно. То есть это что-то такое непонятно, для чего сделано и неясно. И все это типа с точки зрения, так сказать, человека, который в этом дело не вписан, ему кажется, глупости какие-то. Сейчас, правда, с этим все борются, потому как новая этика пришла, и теперь нужно уважением относиться к другим культурам. Тем не менее, в любом случае мы смотрим на что-то такое, думаем, боже мой, что же ерунда какая-то, какие-то глупости люди придумывают. Вот, на самом деле, это совершенно естественное понимание, потому что реально все, что это есть, это все всякие глупости и есть, потому что это все надстроенные над реальностью какие-то ценности, которые, собственно говоря, к жизни-то не имеют никакого отношения. Они созданы, в общем, для того, чтобы просто держать вот это вот сообщество, чтобы оно ощущало себя единым целым, чтобы у нее были единые ценности, единые смыслы, вот, единое понимание чего-то, вот, которые происходят за счет вещей, которые совсем не имеют никакого отношения к реальности. Вот, вот, поэтому давайте посмотрим еще тут, в эту сторону, как раз, поглядим на какие-то моменты. Вот, например, мне очень нравится это вот изречение, то есть нефтенно-перегонный завод всегда останется нефтенно-перегонным заводом, но в одной культуре на него смотрят, как на часть эмпилистического заговора, в другой, как на последний шанс вырождение экономики, а в третьей, как на опору средневекового режима. Я, кстати, эти фотографии сам делал, мы все время, когда я работал в «Газпромнефти», мы снимали, где нефтеперегонный завод был в Матищах, и, собственно говоря, это в Омске. Зимой мы снимали этот завод, вот, поэтому я его хорошо очень знаю, этот завод. Вот, но тем не менее, ведь правда, отношения совершенно разные, несмотря на то, что, в общем, физические-то явления одно и то же, но просто вот этот вот ландшафт, ландшафт, вот этот вот идеологический ландшафт нарративный, он, соответственно, создает разное понимание одних и тех же физических явлений, физических каких-то моментов, которые существуют в реальности. Вот, по-разному, как мы относимся. Вот, соответственно, очень интересное есть вот тут высказывание, которое я очень люблю и очень часто привожу в своих лекциях. Вот, Бердер Левиса, выражение, то есть, ну, мысль такая, что люди, когда люди видят, как дела идут из рук вон плохо, они склонны задавать один из двух вопросов. Первый вариант вопроса – это, что мы сделали не так, а второй вариант вопроса называется, кто виноват в наших несчастьях. Вот два варианта, да. Соответственно, два этих варианта, они, соответственно, выдают, в общем, в конце два разных пути действия. Потому что первый вариант, он, соответственно… Второй вариант, он приводит к теории заговора, вот, и какой-то паранойи, попытки, так сказать, спастись от этих вот несчастных злодеев, которые нас мучают и терзают. Вот, а с другой стороны, если задается вопрос этот номер один, то мы идем с другим путем и пытаемся просто исправить причины того, что, собственно, лежит в основе вот этих вот неудач и каких-то неправильных поступков. То есть, вот два пути. Соответственно, если мы посмотрим, как он рассказывает Льюис, он говорит о том, что Латинская Америка, скажем, во второй половине XX века пошла по пути вот этого доктрины поиска виноватого и, соответственно, зависимости и паранойи. Ну, а, соответственно, если мы посмотрим на Японию, то Япония в какой-то момент пошла по пути именно исправления ситуации. И сейчас мы видим разницу, потому что вот мы, с одной стороны, видим латинско-американские фавелы, а с другой стороны, видим вот то, что происходит сейчас в Токио, вот это очень на самый интересный момент. И я всегда для себя, в общем, когда работал, управлял какими-то компаниями или управлял какими-то коллективами большими, всегда старался, чтобы мы, в общем, не шли по пути вот этого поиска виноватого, потому что он всегда, в общем, приводит к отсутствию желания что-то самому сделать. Вот поэтому все время старался делать так, чтобы мы, в общем, искали причины того, что происходит, внутренние причины. Вот. Потому что иначе как бы, ну иначе просто все начинает валиться и рушиться. Интересная вещь, что в культуре ориентированной на успех, вот, вас в первую очередь спросят, чему вы учились. В культуре ориентированной на происхождение вас спросят, где вы учились. То есть, либо чему, либо где. Как это в свое время, я помню, когда у нас был вот этот, как назывался, дикий капитализм, вот, была такая фраза очень популярная, так сказать, человека не спрашивают, кем он работает, его спрашивают, на кого он работает. То есть, в тот момент это был вот очень важный момент такой, в тот, в тот период времени. Вот. На самом деле, сейчас-таки я надеюсь, что это несколько изменилось у нас, хотя, в общем, изменения происходят очень медленно. Мы об этом сегодня еще поговорим.